Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Советник Комитета по международным делам Европарламента Эльдар Мамедов У нас в студии. Добрый день Я так понимаю, что вы До эфира это очень правильная ремарка, что вы В основном будете, ну, говорить свое мнение Выражать, да, а не какую-то официальную позицию Европарламента. Это вы, наверное Можете даже повторить, да, вот такую позицию Чтобы радиослушателям было понятно, да Здравствуйте. Да, действительно В данном случае я буду Говорить от своего имени Не обязательно Отражая позицию социал-демократической Фракции Европарламента или же Европарламента В целом. Да, если мы все-таки Вот пытаемся Радиослушателям дать такое представление О Европарламенте, ну Глядя на результаты выборов Кажется, что в глобальном Смысле ничего не изменилось Вот те фракции, которые были самые крупные Они, в принципе, остались, там можно Конечно, там кто-то не досчитался бойцов Да, но в итоге, в принципе Народная партия, социал-демократическая Да, вот дальше Либералы, по-моему, идут, да Вот так, чтобы не вдаваясь совсем уж во все эти названия Подробности Все-таки с чем Это вы связываете Как человек, который довольно давно уже Работал в Европарламенте Вот избиратель в массе своей все-таки Такой консервативный Он доверяет тем, кому он доверяет Вот от выборов в выбор Или что? Я думаю, здесь сыграло Сыграли свою роль несколько факторов Во-первых, была очень высокая явка На этих выборах в Европарламент Более 50% Это впервые За всю историю прямых выборов в Европарламент Такая явка И все-таки Будем учитывать, что Выборы в Европарламент Они проходят В 28 странах Евросоюза То есть в каждой стране есть Своя национальная повестка дня И люди все-таки Большинство своим голосуют Исходя из своих Национальных предпочтений Забоченностей Зач и так далее В данном случае Я думаю, роль свою сыграл Тот фактор, что Во многих странах Была боязнь Того, что Украине правые популисты Покажут очень сильный результат И станут оказывать Реальное влияние На европейскую повестку дня Не просто шуметь И выступать с протестами И изобличениями Правящих элит и так далее Но и на самом деле Смогут и что-то Делать Направленное на подрыв Евросоюза Таким, каким мы его знаем сегодня И тот факт, что Вот эта вот Более высокая явка Чем обычно Сыграла в целом На руку Умеренным И проевропейским силам Он говорит о том, что Большинство европейцев Все-таки Считают, что Евросоюз нужно сохранить Безусловно, его нужно Реформировать Его нужно демократизировать Его нужно сделать более эффективным И так далее Но отказываться от всех тех Завоеваний Которые Были вообще достигнуты Которые достигнуты Да И которыми единая Европа Может по праву годиться Большинство Решили, что эти завоевания Заслуживают того, чтобы их Сохранить И мы видим, что Среди тех партий Которые Назовем их условно Проевропейскими Проевросоюзовскими Их Четыре Главные Фракции Это Народники Правые Центристы От Латвии Там представлена Партия Венуэ Единство Есть Вторая группа Это Социал-демократы Там От Латвии Представлены Два депутата От Социал-демократической Партии Согласия Третья Группа Это Либералы И там От Латвии Представлен Один депутат От объединения Пар От Истейвы Да И четвертая Проевропейская Группа Это Альянс Зеленых И для Латвии Представляет Партия Русский Союз Латвии То есть Мы видим Что Вот эти Четыре Крупнейшие Группы Они По-прежнему Обладают Так сказать Контрольным Пакетом При решении Вопросов В Европарламенте При решении Законодательных Вопросов Прежде всего И мы видим Что На проевропейском Вот на этом поле Произошло Некоторое Смещение Акцентов Некоторое Смещение Центра силы И Центр тяжести Он сместился Влево Именно за счет Того что Очень сильный Результат Показали Зеленые И Центристы Либералы Прежде всего За счет Сильного Результата Партии Макрона Во Франции То есть Если мы берем Только эти Четыре Фракции Которые Будут Обладать Контрольным Пакетом В этом парламенте Мы видим Что Центр тяжести Сместился Влево И это хорошо Для социал-демократов Безусловно Я думаю Что это хорошо Не только для социал-демократов Это хорошо Для европейцев В целом Потому что Это будет означать Более социальная политика Да Более Есть по крайней мере Шанс на более Ориентированную политику Потому что Экологическая Катастрофа Это Надвигающаяся Это Это к сожалению Не миф Это реальность Которой Мы если не будем Предпринимать Какие-то радикальные шаги Если не мы То по крайней мере Наши дети Точно Столкнутся И В общем-то Мы видим Что Правые Фракции Народной партии Они По сути Оказались Сейчас перед выбором То есть каким путем Они хотят идти Или путем Ангела Меркель Или путем Виктора Орбана Потому что И Меркель И Орбан При том что Они во многом Защищают Совершенно противоположные По духу И по содержанию Политики Они находятся В рамках Одной Этой группы Народной партии И Та часть Народной партии Которая тяготеет К умеренным Правоцентристам Таким как Крестьянские демократы В Германии Безусловно С ними У нас У социал-демократов И либералов И зеленых У нас Перспективы сотрудничества Вполне Возможны Так было и в прошлом Ну а С той частью Народников Которые тяготеют Больше к национал Популизму Олицетворяемому Орбаном Конечно У нас будет Очень серьезное Загласие Если мы вообще говорим О Европарламенте Все таки Поскольку у вас Довольно большой опыт Там работы Все таки Вот Не знаю Вес или влияние Европарламента От созыва Созыва растет Или нет Потому что все равно Если не знаю Спросить Среднестатистического Латвица То он скажет Латвия бюрократия сильная Брюссель она еще В несколько раз сильнее И все решает В принципе Еврокомиссия И Европарламентарий В основном Вот Утверждает Те решения Которые мы спустили Вот сверху Насколько это Вот стереотипное Такое мнение Насколько оно Соответствует Действительности Ну оно действительно Стереотипно И оторвано Действительностью Потому что Особенно после Вступления в силу Лиссабонского договора В 2009 году Полномочия парламента Очень серьезно возросли В ряде сфер В большинстве сфер Парламент Выступает Как Со-законодатель Вместе с советом Который объединяет Национальное правительство А комиссия Без них это Принятие решения Невозможно Все решения Это предмет Переговоров И компромиссов Это переговоры Трехсторонние Между советом Парламентом И комиссией Комиссия В данном случае Выступает В качестве Инициатора Законодательных Инициатив Но Конечный Итог То Что в конечном итоге Принимается И потом Будет регулировать Разные стороны Жизни европейских Граждан Это Продукт Результат Переговоров Между этими Тремя институциями Совет Комиссия И парламент И Конечный Законодательный акт Это результат Компромисса Между этими Институциями Вот такой Стандартный Опрос Который часто Вам задают Я думаю Знакомые тоже Вот Депутат от Латвии Ну их всего Восемь человек Вы уже перечислили Что из них Два Да Получается Наверное Шесть Да В этих больших Четырех фракциях Состоточены Или даже Чуть ли не семь Да по-моему Только господин Зила В Латвии Шесть Да Господин Зила Представляет Да как раз Это небольшой фракция Европейских Консерваторов И реформистов Которая шестая В этом Да Так И вроде бы Восемь человек Всего Но Что-то может добиться Что-то могут Эти депутаты Не знаю Работают в своих Политических группах Или в комитетах Безусловно Зависит от того В каких группах Они работают С этой точки зрения Преференции Несомненно Имеют те Которые работают В больших Влиятельных группах Во-вторых Зависит конечно Многое от того В каких комитетах Они работают Они работают В комитетах Которые занимаются С собственными Законодательными файлами Сейчас например Самый большой комитет У нас В этом СССР Впервые Самый большой комитет Это Комитет По Защите окружающей среды Несомненно Это связано С проблемой Надвигающейся Экологической Катастрофы Как я уже говорил Вот И Ну так же Много других комитетов Комитет По социальным вопросам Комитет По торговле По внутреннему рынку И так далее То есть это Комитеты Которые непосредственно Вовлечены В законотворческий процесс Вместе с комиссией И советом И Депутат Который Работает В этих комитетах Он или она Может получить Пост Докладчика По какой-либо Директиве Которые потом Принимаются И регулируют Определенные стороны Жизни Граждан Евросоюза И Тот депутат Который Получает Эту позицию Безусловно Обладает Очень большим влиянием Потому что Он становится Лицом парламента По Данному Вопросу По данной Директиве И От его позиции От его умения Находить Компромиссы И от его умения Находить Решение Безусловно Очень много Зависит Если мы говорим Может быть О международной Политике И международных Позиции Во внешней Политике Европейского Парламента Все-таки Социал-демократы Которых Вы представляете В комитете К между делам Можно ли сказать Что у них Такая Какая-то Общая Внешняя политика Европейского Парламента Или у них Какая-то Своя позиция А почему говорю Потому что Наверное То, что наших Радиослушателей Интересует Когда мы Видим Обсуждение Санкций В отношении Российской Федерации Такое ощущение Создается Что в общем-то Консенсус Есть Большинство Евро-депутатов В каких бы Группах Они не работали Но за редким Исключением Все говорят о том Что политику Санкции Надо сохранять Может быть Ужесточать А когда Мы слышим Выступление Не знаю Того же Орбана Представителей Итальянской Партии Правящей Сейчас И других сил Они вроде говорят Что наоборот Это вот Ничего не дало Надо наоборот Ити к смягчению Санкции К диалогу И так далее Вот позиции Социал-демократов Я начну с того Прежде всего Что сфера Внешней политики И политика безопасности Это как раз Та сфера В которой Компетенции По-прежнему Остаются За государственными Членами Евросоюза Где Сами правительства Да Национальные Где у Евросоюза Как у такового И тем более Европарламента Нет определяющей роли То есть Есть Служба Внешних сношений Которая возглавляется В данный момент Госпожей Магерине Которая Пытается Формулировать Какую-то общую Европейскую Поездку дня И ее осуществлять Но в конечном итоге И эта структура И Комиссия И парламент Действуют Главным образом В рамках Тех параметров Которые задаются Министрами Странных дел И правительствами Стран-членов Евросоюза С точки зрения Позиции Социал-демократов То У нас Достаточно Большая фракция У нас 154 Депутата На данный момент Представлены Все страны Евросоюза Кроме Чехии И вы можете Представить Что Разброс мнений И подходов Может быть Достаточно широким По всем международным вопросам В зависимости от Региональных Предпочтений Географических Но Есть Конечно Какие-то Общие Базовые Фундаментальные Ценности Права человека Одна из них Нерушимость Международных Границ Недопущение Их изменений Силовым путем Несомненно Тоже Относится К числу Вот этих Базовых Установок С этой точки зрения Действия России В украинском Конфликте Получили Соответствующую Оценку И в предыдущем Парламенте И в этом Она Пока не Меняется Но Что отличает Позицию Социал-демократов Вот например Правых Это то что Мы всегда Последовательно Выступаем За диалог Даже в тех Условиях Когда Диалог Объективно Осложняется Непримиримыми Позициями Сторон И нарушениями Международного Права Тем не менее Мы Считаем Что Нет другого Пути Решения Сложных Международных Конфликтов Чем Дипломатия И Дипломатию Мы рассматриваем Не как Награду За хорошее Поведение Тем Странам Которые Скажем так Нам Нравится И Нам Соответствует По всем Параметрам Дипломатия Это как Раз Средство Решения Проблем С теми С кем У вас Есть Разногласия И В этой Связи Не лишне Было бы Вспомнить Опыт Таких Деятелей Как Рональд Рейган Или Маргарет Тэтчер Или Гельмут Коль Джордж Буш Старший У которых У стран Которых Были Всегда Достаточно Сложные Отношения С Советским Союзом Они его Называли Перезвла И тем не менее Диалог Тем не менее Несмотря на Жесткую Порой Риторику Тот же Рейган Встречался Неоднократно С Горбачевым Мы все Помним Эти исторические Саммиты Рикявики В Женеве В Вашингтоне В Москве И даже договора От которого К сожалению Постепенно Отказываются В результате Несмотря на Риторику Несмотря на Жесткие Казалось бы Непримиримые Позиции Как-то Удавалось О чем-то Договариваться И Приходить Каким-то Компромиссом Относиться С уважением К твоему Дипломатическому Визави И Мы выступаем Как социал-демократы За то Чтобы Язык Дипломатии Язык Переговоров Вернулся В международную Повестку дня Эльдар Моменов На студии Советник Европарламента Я вижу Что и звонки Будем принимать Во второй части Не переключайтесь Небольшая пауза На новости Рекламы Советник Европарламента Эльдар Моменов У нас в студии Еще раз Добрый вечер 612-939 Телефон прямого эфира Вот если мы говорим О вовлеченности Европейского союза Или даже Европарламента Скорее всего Наверное Общего Европейского союза Ну в разрешении В попытке диалога Вот разрешить Вот эти мировые конфликты Я знаю Что вы Внимательно отслеживаете Как эксперт Вот Ситуации Допустим Сирии Позиции Турции Может быть Чуть-чуть поясните Все-таки Какова роль Турции Вот в этом конфликте Это борьба за влияние Вот в Сирии Или попытка Защитить какие-то интересы Обеспечить свою безопасность Как вам это видится Борьба за интересы Как раз Предполагает Во многих случаях Расширение зоны Своего влияния Это как раз То чем Турция занимается Турция серьезно Обеспокоена Возможностью Появления Полу Независимого Курдского Анклава На территории Сирии Причем Это реально Да Это возможно Да Ну в общем По сути Он там уже существует И Ситуация Ослажняется тем Что Та Часть Курдского Национального движения Которая Сильна в Сирии Которая Контролирует Эту территорию На севере Сирии Она имеет Прямые связи С курдской Рабочей партией Которую Турция Евросоюз И Соединенные Штаты Считают Террористической Организацией И которая Примерно С середины Восьмидесятых Выступает Сначала Сначала Выступали За Отделение Курдистана Из Турции Сейчас На декларативном Уровне Выступают За Автономию В составе Турции Началось Это движение Как Вооруженное Восстание Против Турецких Властей Восьмидесятые Годы С конца Девяностых Эта сторона Минимизирована И Приоритет был Дан Политическим Переговором С турецкими Властями Но После Начала Войны В Сирии И В связи С Сформированием Вот этого Полу Независимого Курдского Анклава На Севере Сирии Ситуация Снова Обострилась И Для Турции Это Совершенно Принципиальный Вопрос Турки Воспринимают Это Как Вопрос Дерриториальной Целостности Своей Стороны И Настроен В общем-то Очень решительно Чтобы не допустить Консолидации Этого Анклава Может быть Те кто не знает Нюансах И политической Ситуации В Турции Им кажется Что у Господина Эрдогана У него Такие Серьезные Державнические Амбиции Великодержавнические Попытки Создать Такую Чуть ли не Османскую Империю Как на самом Деле Знаете В этом Есть Определенная Частица Истины Дело В том Что Турция Со Времени Создания Республики В 23 Году После Разрыва С Османской Империей Формировалась И развивалась Как Прозападное Советское Государство Ориентированное На Запад На Европу Турция Стала членом НАТО В начале 50-х И в общем-то Во время Холодной Войны Играла Такую роль Форпоста НАТО У Южного Подблюжья Советского Союза Кстати Очень важная Роль Стратегическая Была Критически Важная Роль Но Дело В том Что Сейчас Особенно После Прихода Класти Исламистской Партии Эрдогана Турция Стала Присматривать Свою Роль Свою Идентичность Национальную Религиозную Культурную Однобокая Ориентация На Запад Она Уступила Место Осознанию Того Что У Турции Культурные Религиозные Корни Все таки Не на Западе Или по крайней мере Не только на Западе И Партия Эрдогана Это как раз Попытка Примирить Поддержание В целом Открытых И дружественных Отношений К Западам Также С восстановлением Своей Исторической Культурной Идентичности Которая Честно Связана С Османской Империей И С исламской Религией Причем Это отнюдь Не обязательно Означает Разрыв Отношения С Западом Это просто Означает То Что Турцию На сегодня Уже Невозможно Воспринимать Просто Как некий Предаток Запада Или Как некий Форпост Запада Против Ныне России Или скажем Ирана Турция Это большая Страна С 80 Миллионным Населением С очень Долгой И Гордой Историей Со своей Национальной И культурной Идентичностью Сильной Армией Сильной Экономикой Достаточно Продуктивной Экономикой Которая Считает Что В общем-то Она созрела И пришел Момент К тому Чтобы она Стала бы Играть Более Независимую Роль В международных Делах Не просто Как Субподрядчика НАТО И США Но и Как Страна У которой Есть Свои Национальные Интересы И которая В общем-то Не комплексует При их Защите Другое Дело Как Все Это У Турции Получалось На примере Той же Сирийской Войны Мы Видим Что Эта Политика Экспансии Была Неудачной Потому что Ставка Была Поставлена На то Что Рухнет Режим Осада И Дамаски Можно Будет Установить Дружественное Нынешнему Турецкому Режиму Правительство Симпатизирующее Скажем так Мусульманскому Братству Потому что Идеологически Партия Эрдогана Очень близка От Мусульманскому Братству В итоге Этого Не получилось Потому что Сначала Иран А позже И Россия Как известно Встали На сторону Асада Фактически Сохранив Его На этом Посту Только Благодаря России Ирану Но Что В этой Ситуации Сделал Эрдоган Вы Помните Безусловно Наши Слушатели Помнят Историю Со Сбитым Российским Самолетом Когда Были Очень Серьезные Основания Опасаться Худшего Очень Серьезное Серьезное Обострение Отношений Между Россией И Турцией По сути Между Россией И НАТО Но Произошло Нечто Совсем Другое Эрдоган Обратился К Путину С признанием Скажем Своей ошибки Крамотно Он поступил В этой ситуации И С предложением Начать Отношения С листа И Эта Стратегия Себя Оправдала То есть Мы видим Что В турецкой Внешней Политике На сегодня Не только Идеология Играет Роль Или Какая-то Скажем Имперская Ностальгия Но и Прагматизм И вот То как Турция Изменила Своё Поведение В сирийском Конфликте Началось Всё С категорического Неприятия Осады И с Очень Радикальной Позиции В пользу Смены Режима В Дамаске Кончилось Тем Что Турция Вместе С Россией И Ираном Участвует В процессе Известном Как Астанинский Процесс Да В поисках Политического Что они Явно Урегулированы Соединённым Штатом Пример Несомненно Да И этот Процесс Направлен На Поиски Политического Урегулирования Сирии И Безусловно Уже На данный Момент Это подразумевает Сохранение Нынешней Власти Сирии И территориальной Целостности Со страной Нельзя ли Это Вот это Скажем так Движение От Запада Или Прозападских Настроений Ещё и Слистаем Какой-то Не знаю Стратегической Ошибки Европейского Союза Которая Уходит Своими корнями Ни в сегодняшнее Решение Ни в политику Ни до Юнкера Что всё-таки Когда Турция Ну считала Что ей надо Вступать В Европейский Союз Под разными Что вы не выполнили Там 35-ю поправку Восьмого параграфа Условно говоря Её отклоняли И тем самым Сами Оттолкнули От себя Турцию Я думаю Большая истина Есть В этом Предположении Потому что Ведь Эрдоган Ведь Не всегда Скажем Вёл себя Таким авторитарным образом В Турции Как сегодня Если начинать Если бы Вопрос О начале Переговоров Вступлений В Турции В Евросоюз Стоял бы Сегодня То безусловно Турция На сегодня Та которая Турция Есть сегодня Она не соответствует Даже минимальным критериям Но в те времена Когда Процесс Начался Был консенсус Что есть Соответствие Каким-то Минимальным критериям И На этой базе Как бы Предполагалось Дальше Выстраивать Процесс Сближения Турции С Евросоюзом Но Что мы Помним Это то Что В те времена Были Высказывания Со стороны Консервативных Европейских Политиков Таких Как Французский Президент Николай Сарказий Тех времен О том Что Турция Никак Не может Быть Частью Евросоюза Поскольку Она Географически Не является Европой Но тогда Извините Надо посмотреть На карту И посмотреть Где Например Находится Кипр Который Как известно С 2004 Года Уже Вполне Благополучно Является Членом Евросоюза Несмотря На то Что Есть у них Территориальный Конфликт Так Как Говорят То есть Мы видим Что Есть В чем Обвинить Евросоюз В определенной Непоследовательности Если должны Сказать В определенном Лицемерии По отношению К Турции И Несомненно Такое Отношение Особенно Когда Консервативные Политики Стали Руководить В таких Важных Странах Как Франция Германия И других Конечно Это Сыграло Определенную Роль В том Что Снизило Стимулы С турецкой Стороны Дальше Реформироваться И приближаться К Евросоюзу Если Мы Чуть Более Концептуально Говорим Вообще О Европейском Союзе Мы знаем Что Время От Времени Такие Разные Были Такие Идеи О том Как Будет Развиваться Европейский Союз Звучала Там Европа Двух Скоростей Наши Ну Двух Скоростей Но Мы Не Хотим Быть Там Не Знаю Во Втором Поезде Мы Хотим Быть Скоростного В том Где Германия И Франция Давайте В этот Поезд Партнём Да Потом Были Разные Другие Идеи Сейчас Я Так Понимаю Европейский Союз Тоже Нескоростей В свете Того Брексита Что Будет После Выхода Великобритании Вот На Ваш Взгляд Удастся Ли Не Знаю Какой То Сохранить Европейский Союз Как Монолит С учетом Того Что Вы Уже Сказали Что Италия У нее Своя Позиция У Венгрии Урбана Своя У Польши Кстати Это тоже Очень Интересная Позиция Не Всегда Соответствующая Может Этим Европейским Стандартам Да Вот Как Сохранить Вот Эту Разношерстную Публику Я Думаю Есть Определенный Риск Того Что Будет Европа Несколько Скоростей Ну Начнем С того Что Де Факто Она Уже Существует Если Мы Возьмем Например Такие Критерии Как Евро И Принадлежность К шенгенскому Пространству То Мы уже Видим Что Есть Страны Которые И И И Входят Шенгенскую Зону И Те Которые Не Входят То Де Возьмем Сферу Которая Мне Ближе Сфера Внешней Политики И Политики Безопасности Тоже Мы Видим Что Есть Страны Которые В Вангарде Которые Участвуют В совместных Проектах И Которые Видят Дальнейшее Развитие Евросоюза Именно Как Игрока Который Способен Играть Важную Внешнюю Политическую Роль А делать Это Может Только При Условии Единства И Мы Видим Другие Страны Придлежащие Прежде всего К Восточной Европе И Центральной Европе В том Сле И Включая Нашу Страну Которая Все Таки Видит Больше Гарантию Своей Безопасности В Трансатлантических Отношениях В отношениях США И В НАТО Поэтому Я думаю Что Такой Поворот Не исключен Когда Страны Которые Хотят Интегрироваться Теснее В каких-то Вопросах Будут Это Делать В той Мере В какой Законодательная База И договора Договор О Евросоюзе Это позволяет Это будет Происходить Ну а Если Речь идет О каких-то Более радикальных Реформах Опять-таки Если брать Мою сферу Внешнюю политику То Все решения Совета Принимаются Путем Консенсуса Единогласно И это Приводит К тому Что зачастую Эти решения Сводятся К наименьшему Общему Знаменателю И Чтобы Поменять Этот Порядок Решения Чтобы перейти От единогласия К скажем К квалифицированному Большинству Когда Просто Неопридимо Математически Решается Определенно Решаются Вопросы Большинством Для этого Требуется Изменения В договоре И Кстати Новоназначенный Верховный Представитель Евросоюза По внешней политике Хосе Боррель Да Уже заявил О том Что он считает Принцип Единогласия При принятии Решений Вопросов Внешней политики Серьезным Препятствием Для того Чтобы Евросоюз Играл бы Более серьезную Весомую роль В международных делах Да Может быть Такой последний вопрос Вот Трансатлантическое Сотрудничество Да Мы видим Что она Все время Сейчас Какие-то испытания Есть так Дипломатически Она переживает Поскольку Политика Господина Трампа И по отношению К Европейскому Союзу Тоже изменилась Может быть До такой торговой войны Как с Китаем Дело не дойдет Но тем не менее Что-то тут меняется Довольно серьезно Ожидаете ли вы Что Европейский Союз Все-таки Будет Несколько Пересматривать Свою политику Будет пытаться Не знаю Отстаивать Интересы Европейского Союза Все-таки Ну На самом деле Это уже происходит Возьмем Например Ситуация вокруг Ирана У нас Была следующая ситуация Есть ядерная сделка Которая Ограничила Или скажем так Свела на нет Любые Возможности Ирана Создать Собственное Ядерное оружие Если действительно Это работало Конечно Это работало Да Есть Минимум 15 Докладов МАГАТЭ Это международное Агентство По атомной энергетике Что испытания Прекращены Что Иран Не только не прекращены Что их никогда не было Но эти доклады Подтвердили Что Иран скрупулезно Соблюдает Условия сделки Причем Мониторинг За соблюдением Этих Договоренностей Осуществляется Инспекциями МАГАТЭ Которые На самом деле Наиболее Тщательные Скрупулезные Инспекции За всю Историю Существования Этого Механизма Администрация США Решает В одностороннем Порядке Выйти Из этой сделки Несмотря на то Что предыдущая Администрация Ее Подтвердила И несмотря на то Что Эта сделка Подтверждена Резолюцией Совбеза Он То есть Фактически Становится Частью Международного Права И Администрация Трампа Не только Выходит Выводит Соединенные Штаты Из сделки Что еще Было бы Половиной Беды Но и Устанавливает Санкции В отношении Других Подписантов Сделки Евросоюза Россия Китая На тот Случай Если они Решат Сотрудничать С Ираном По сути Соблюдая Условия Сделки Которую Они сами Подписали То есть Мы видим Что Эта администрация Фактически Толкает Остальных Участников Сделки На нарушение Международного Права Что делает В этой ситуации Евросоюз Евросоюз Создает Механизм Специальный Механизм Который Позволил бы Продолжать Торговые Отношения С Ираном В обход Американских Санкций Можно Конечно Много Говорить О том Насколько Механизм Эффективен Насколько Он Перспективен Учитывая То что Все таки В конечном итоге При рыночной Экономике Сами компании Решают С кем Торговать Если вопрос Та и так Торговать Соединенным Штатами Или с Ираном То тут Выбор Ясен Но Тот факт Что Сам Этот Механизм Создан И Сейчас В данный Момент Как раз Он Находится На начальной Стадии Имплементации Говорит О том Что Политическое Решение Принято Когда Есть вопрос О том Следовать Слепо За Американской Администрацией Что бы Она ни делала Или Защищать Свои Собственные Интересы И Становиться На сторону Международного Права Ведущие Европейские Страны И Евросоюз В целом Выбрали Защищать Свои Интересы И Защищать Международное Право Не скучено Что это будет И по Северному Потоку Тоже Вполне Возможно Хотя Там Интересы Там Немножко Другая Ситуация Поскольку Там В основном Германия Вовлечена Процесс Я бы Не стал Поэтому Напрямую Сравнивать Но Иранский Прецедент Очень Интересен Не тем Что Он Касается Именно Ирана Он Интересен Как Прецедент Потому что Сегодня Это Иран Какая Скажем Есть Гарантия Что Завтра Например Китай Попадет Не попадет В немилость Какой Нибудь Следующей Американской Администрации Или уже К сегодняшней Да И Какая Есть Гарантия Что Завтра У нас Не Потребует Прекращать Торговлю С Китаем Соединенные Штаты На данный момент Используют Своё доминирующее Положение На финансовых Рынках Доминирующую роль Доллара Они используют Это как оружие Для того Чтобы Прессинговать Другие Страны Чтобы Они действовали В их Геополитических Интересах Так как Они их видят На сегодняшний день К чему Это может Привести Это может Привести К тому Что Другие Игроки На международной Арене Включая Евросоюз Россию Китай Индию И так далее Они могут Начать Работать Над созданием Альтернативных Механизмов В обход Американской Финансовой Системы И В долгосрочном Плане То что Сегодня делает Администрация Трампа Может Очень сильно Ударить Бумерангом По интересам Самих Соединенных Штатов И в этом контексте Иранский Прецедент Выходит Далеко За Рамки Вот этой Конкретной Ситуации Вокруг Ирана Так У нас время Быстро Подошел Консоль Дамомедов У нас был В студии И большое Спасибо Спасибо